На Кубани подвели итоги краевого конкурса названия «Лучший орган территориального общественного самоуправления» по итогам 2016 года. Награждение победителей по традиции было приурочено к Дню местного самоуправления. Накануне праздника лучших работников ТОСов Славянского района чествовали на торжественном мероприятии в станице Анастасиевской, а 21 апреля победителей наградили на итоговом зональном совещании, которое состоялось в Калининском районе. Вместе со славянцами слова поздравлений принимали председатели ТОСов еще девяти районов края. Руководители ТОС, представляя интересы жителей, поднимают перед органами местного самоуправления насущные проблемы. Вопросы по благоустройству, эффективности работы жилищно-коммунального комплекса ведут разъяснительную работу с населением по поводу принятых нормативных актов и изменений в законодательстве. Одним словом, активно участвуют в общественно-политической жизни района. Наглядным подтверждением достижений и реальных дел органов ТОС стала выставка с фотографиями. С ее осмотра и начали участники зонального совещания. Председатели ТОСов рассказали о том, что удалось сделать. Мы сделали и тротуар, хорошо подсыпочку, там на 60 квадратных метров от фонтана туда к основному. В этом году, думаем, завершить его. Значит, клумбы подсадили. Мне много помощников, они все на общественных началах помогают, высаживают, поливают, прополка. Хорошо, освещение, прям приятно. Мы осветили и братскую могилу, там мимо она идет как раз, и вся улица освещена. Сегодня люди благодарны. После выставки делегации из девяти районов Кубани приняли участие в совещании, где подвели итоги работы за прошлый год, поставили задачи на нынешнем. Открыл встречу заместитель председателя законодательного собрания Краснодарского края Виктор Чернявский. Он поздравил всех участников с праздником и подчеркнул, что одна из основных задач конкурса – показать опыт лучших ТОС, поднять их авторитет, организовать обмен опытом работы. Для того, чтобы эффективно решались вопросы местного значения, необходима инициатива всех жителей. Ее, конечно, нужно поддерживать и объединять людей вокруг себя. В активную деятельность необходимо увлекать неравнодушных, социально активных людей. Проведение конкурса, массовое представление в средствах массовой информации и его итогов позволяет укреплять у наших сограждан понимание того, что территориально-общественное соуправление – это реальная сила, та сфера, в которой любой гражданин может реализовать свои способности и стремление улучшить жизнь и свою, и окружающих. Прошло 10 лет, и мы видим, что этих целей удалось добиться. Сегодня можно смело сказать, что конкурс стал мероприятием, которого ждут и которым интересуются все кубанцы. В ходе совещания активисты ТОС рассказали о своей работе, поделились опытом с коллегами. Затем состоялось торжественное награждение победителей краевого конкурса на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления» в 2016 году. В числе лучших были отмечены и три органа ТОСа из Славинского района. Победителем стала председатель ТОС «Станица Анастасиевской» Елена Трегуб. Приятно, конечно, что оценили мой труд. Спортивная площадка у нас новая, ну как она старая, но её реконструировали. Тротуары у нас проложили новые по обе стороны, по улице Красной. На втором месте по результатам конкурса стал председатель ТОС хутора «Беликов» Кировского сельского поселения Владимир Ерёмин. На третьем месте – руководитель ТОСа Славинска-на-Кубани Людмила Дубко. Во работе на нынешний год Людмила Анатольевна уже наметила новые планы. Людям сделать тротуары, то есть где отдалённые части, у меня центральные и отдалённые, у меня крепостная, я хочу тротуары им постелить в асфальтовом исполнении, по Комсомольской, у них нет тротуара ракушечного, мы хотим сделать им асфальт. В результате сотрудничества ТОСов, жителей и власти в решении вопросов местного значения преобразились территории Славинска-на-Кубани, станиц и хуторов. Появились новые социальные объекты – скверы и фонтаны, детские и спортивные площадки. Освещены улицы, ремонтируются дороги и тротуары. Завершилось мероприятие праздничным концертом, который подготовили местные творческие коллективы. Тина Копачевская, Александр Косицын, программа События.